Всем здорово! Я не снимал эксперименты больше чем полгода. Вы не представляете, насколько я скучал по этому халату. Я думаю, практически все знают, почему я пропадал. Я пропадал из-за травмы, которую я получил во время съемок одного из экспериментов. Был серьезный взрыв. Я искренне готов для вас сделать какие-то классные видеоролики. Эксперименты, как вы любите. На самом деле, я надеюсь, что вы так же, как и я, скучали по экспериментам. И сейчас, во время этого возвращения, спустя такой длительный, вынужденный перерыв, ваши лайки, ваши подписки будут как никогда встать, потому что они очень сильно мотивируют в творчестве. Тем более сейчас. Я рад. Я рад, что наконец-то я... Возвращаюсь на YouTube! С классными экспериментами! Для сегодняшнего классного эксперимента мы взяли классную РС-машинку, которая разгоняется до 50 км в час. И если при помощи нее прыгнуть с трамплина, она даже немного полетит. Итак, наша машинка смогла пролететь всего лишь чуть больше, чем полтора метра. Но что, если машинка все так же прыгнет с трамплина, но в этот раз у нее будут крылья? Сможет ли она превратиться в самолет? Ну или хотя бы просто увеличить дальность своего прыжка? И прямо в этом видеоролике мы это проверим! И также проверим еще несколько других способов, которые заставят машинку лететь. Ну а прямо сейчас мы с ребятами отправимся в строительный магазин, выберем свои материалы, и каждый из нас сделает свой самолетик. Я надеюсь, хотя бы один из них полетит хорошо. Каждый из нас думал, как сделать идеальные крылья. Все, кроме Руслана. Никто не знает, что у него в голове. Я перебрал в голове у себя кучу вариантов того, какие можно сделать крылья. Короче, моя машинка будет кукурузник. Да. Мои крылья должны быть очень легкими, а слово Леха, и очень проще. Вот какая-то штука. Кажется, меня немного обокрали. Мне очень проблематично найти какой-то материал под крылья моего кукурузника. Фанера не подходит. Нет, 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 нет. Да! Это декоративная плитка для кухон, для ванн или чего-то подобного. Вообще, планирует он достаточно неплохо, но при ли оболучится удачный. Возьму вот эти вот пакеты, разрежу их, чтобы получилась легкая ткань, а потом сделаю из чего-нибудь каркас. Далее мы перешли к строительству. Артем уехал в офис и начал использовать чертежи самолета. Леха решил строить в магазине, а Руслан... Руслан, походу, уехал на рыбалку. А я... У себя дома. Ох, прям на кровати. У нас было 2 часа, чтобы собрать крылья для машины. Я взял машину с собой домой. Я замерил ее со всех сторон, и, само собой, забыл сказать все размеры своим ребятам. Давайте примерно нарисуем, какого она размера по памяти, и все. Почти уверен, вид сверху именно такой и никакой иначе. Профессионализм. Наверное, оно будет лететь. Выглядит ли это как то, что должно работать? Нет. По сути, моя конструкция уже полностью готова. Осталось только склеить. Если он не полетит, то я хотя бы показал сайтуху. Мне кажется, эта штука 100% полетит. Она прям вырывается из руки, когда дует ветер. Я приехал в ангар для того, чтобы совершить первый пробный тест того, как полетит эта штука. Чтобы быть уверенным в том, что я победю. Раз, два, три. Самолетик очень плохо полетел и очень недалеко. Я тут немного подумал, все взвесил. Крылья весят почти что столько же, сколько машинка. 800 грамм. Это плохо. Теперь у меня выглядят крылья вот так. Все те же самые кукурузники, только из другого материала. Ну а теперь вашему вниманию представляем все крылья. Как вы думаете, чьи крылья полетят дальше? Мне кажется, что крылья Руслана. Потому что они очень сильно легкие. Победит Руслан. Победит Руслан. Хотя у него не крылья, а воздушный змей. Поэтому полетит лучше всех бой. Но для того, чтобы понять, кто круче, мы будем разгоняться с этой взлетной полосы и прыгать с этого стола. Так мы и проверим, чьи крылья для машины лучше всего планируют. Но, собственно, чьи крылья пролетят дальше, те и полетят с обрыва. Но для начала я предлагаю замерить, в принципе, длину полета машинки без крыльев. Поехали. 240 сантиметров. И первыми в полет отправятся мои крылья. Ты готов? Я да. Только отойдите подальше, они все-таки широкие. Сальто! Оно упыряло! 190 сантиметров. Но тут самый главный прикол заключается не в том, чтобы машинка пролетела дальше, а чтобы она могла планировать. Лехина уже по-любому выбывает. Полетели! 230. Теперь пришла моя очередь обделаться. Сколько там? 235. Коля, ты готов? Я готов. Раз, два, три. Поехали! Ого! Что происходит? Сколько? 335 сантиметров. Лучший результат! Поэтому Руслан полетит с обрыва. Перед тем, как запустить машинку с обрыва, мы решили протестировать и запустить машинку с вот такого вот большого склона. С трамплином. Если запуск будет удачный и машинка выживет, то мы отправимся к обрыву. А я настолько уверен в машинке, что я решил лечь прям под трамплином. Артем, ты уверен? На 100%! Я уже лег и вставать не хочу. Давай, поехали. Раз, два, три. Планирует просто идеально. Почтите к обрыву. Мы нашли реально огромный обрыв. Вы только посмотрите, какие мы по сравнению с ним маленькие. У нас одна попытка. Вероятнее всего, потому что потом это развалится. Или машинка сломается. Обрыв очень высокий. Самое главное, чтобы крылья могли планировать, и мы смогли пересечь вон до другого берега. Ван, чу, поехали. Блин, она неплохо летела. Есть. Она очень хорошо планировала. Ее немножечко перевесило, конечно, но налетела. Блин, это получается можно. Крыльям плохо. Машинка отстрелилась. И палка сломалась одна. Полет был неплохой. Но этого недостаточно. Поэтому я придумал кое-что еще. Для следующего варианта мне потребуется скотч. При помощи него я хочу... Небольшое предупреждение. Сейчас я буду кричать как сумасшедший, потому что дальше я думал, что меня не слышно, так как квадрокоптер жужжал очень громко. И я, само собой, пытался его перекричать. К нему приклеить РС-машинку. Вообще, квадрокоптер, насколько я знаю, поднимает вес около 1 кг. Ему хватает мощности его лопастей. Но на самом деле они не предназначены для того, чтобы на них что-то перевозить, но мы можем воспользоваться этим, попробовать сделать летающую машину и ездящий квадрокоптер. Вот такой вот необычный симбиоз. Никакие технологии без скотча не могут работать. У нас должно лететь так же, понимаете? По-любому получится. Ну а сейчас мы совершим первый запуск. Я очень сильно боюсь по причине того, что у квадрокоптера есть датчики, которые помогают ему ориентироваться в пространстве. А они находятся, знаете, где вот, собственно, ну вот, вы их не видите. Мы их закрыли машинкой. Скорее всего, ну, так делать нельзя. Даже если это останется последним, чем вы можете заниматься, так делать не надо. Давайте проверим. Раз, два, три! О-о-о! Чего? Это прикольно, это прикольно, блин! Но, к сожалению, мы не добились желаемого результата. Машинка весит, ну, слишком много. И дрон хоть и мощный, но он поднимает ее буквально сантиметров, ну, на 20. Поэтому я предлагаю прямо сейчас отправиться в магазин и купить другую RC-машинку, которая будет весить легче. Мы решили, как говорится, далеко не отходить от кассы и проверить где-нибудь здесь сразу. Возможно, эта машинка тоже не подойдет, а может быть, подойдет. Вам отказ, скотч, и все готово. Раз, два, три! О-о-о! О, летающая машинка! Если честно, больше всего я переживал за то, что квадрокоптер просто взлетит и больше мы его никогда не увидим. Если вы думаете, что это бесполезное изобретение, вы ошибаетесь. Представим, что вы по городу едете на машинке, как вдруг она вырезается в стену. Она не способна преодолеть даже самое маленькое препятствие. Но если у нашей машинки есть квадрокоптер... Работает! Оно работает! Работает! Ребята, у меня очень мало времени! Он скоро взорвется! Так вот, многие из вас знают, что меня уже очень давно не было на ютубе. Я не снимал эксперименты, и мне интересно, сколько же вас, человек, которые ждали всего этого? Если ты ждал меня, подписывайся на канал, а если ты уже подписан, поставь лайк. Сколько же реально человек, которые меня ждали? Я, если что, про тех, кто поставит лайк и подпишется на канал. Сколько вас будет, я скажу в следующем видеоролике, а прямо сейчас... Ааа, я... Почему-то в этот момент камера не записала звук, но я хотел вам сказать, что я искренне рад своему возвращению. И я надеюсь, вы рады этому. И в честь этого было бы круто, если бы мы на канале сделали небольшой юбилейчик. 14 миллионов 300 тысяч подписчиков. Осталось совсем немного. На самом деле, это гениальное изобретение. Иногда, конечно, бывают вот такие вот проблемы. Это просто невероятная конструкция. Она преодолеет любые препятствия, по-моему. Также она довольно ловко переключается из наземного режима в режим полета. Не важно, что у нее под колесами, она может пролетать где угодно. А в полете она развивает скорость до 80 километров в час. Как тебе такое, Илон Маск? Пока ты там ракеты делаешь, он летающие машины уже сделал. Причем вся конструкция, между прочим, работает на электричестве. Лестницы для нее не преграда. Продолжение следует... Взлетает он практически идеально, а вот приземляется, что-то как-то это... Нет. Для следующего трюка мы приехали к ангару. Мы хотим перелететь его вот отсюда, вот туда. На самом деле, я очень сильно переживаю, потому что у меня есть ощущение, что она не взлетит до такой высоты или взлетит, а потом упадет. Но, как бы, эксперименты. Поехали! Это работает! Оно и взлетело, и приземлилось. Согласитесь, когда-нибудь в будущем было бы круто, если были бы машины, которые могут и ехать, и взлетать, и ехать. Зачем? Если есть самолет, я не знаю. Прикольно же вот так, нет? На данный момент машинка весит 925 грамм. Как мы помним, квадрокоптер не смог справиться с подобным весом, и выше, чем на 30 сантиметров, машинка просто-напросто не смогла взлететь. Но у нас есть еще один способ, который по-любому заставит ее взлететь. Он просто сделает так, что машинка будет весить 0 грамм. Это келли. Теперь вес машинки 900 грамм. Так это много шариков-то надо? Это получается 36 шариков. Мы столько взяли вообще с собой или нет? Потом узнаем. Давайте надувать. О, ветер смог сдуть шарики, и машинка сдвинулась. Мы прицепили сюда сейчас 10 шариков. Ветер уже оказывает нормальное такое сопротивление. Я думаю, стоит попробовать сейчас вообще, поедет она или нет. Возможно, нет. О, машинка едет! Слушай, ну она едет прям неплохо. Поворачивать она не поворачивает. Ну, когда сама захочет только вот, только тогда. Не, ну, кстати, я сейчас попробовал ее отпустить, и она падает прям медленнее. Как будто кирпич упал. Да. Но только по звуку, она легче вам, типа. Так, ну а весит машинка сейчас 750 грамм. Тест номер два. Машинка стала весить легче, но ехать ей стало тяжелее. Если посмотреть, сейчас вот так падает она значительно медленнее, реально медленнее. Она даже взлетает немного. Вот сейчас заметно медленнее. И тогда было заметно. Тогда кирпич был. Так, ну она едет, это уже хорошо. Она так, пить и скользит. Машинка сейчас уже практически неуправляемая, но пока еще не поздно. Я думаю, нам стоит остановиться и, наверное, больше не надувать шарики, потому что потом уже все 100% будет неуправляемое. Я хочу попробовать, попробовать, я хочу попробовать, попробовать... Я хочу попробовать, попробовать прыгнуть на трамплине. Работает, в принципе. Ладно, я теперь то же самое попробую сделать с машинкой. Смотри, падал медленней. До этого было лучше, да. Ладно, хватит такой юмор. Попробуем запустить машинку с трамплина. Прыжок был, но не там, где надо. Из-за того, что шарики тянули машинку вверх, у колес уменьшилось сцепление с поверхностью. И поэтому машинка не смогла полноценно ехать по трамплину. Но в целом она летит. Скорее всего, трамплин для нее это сейчас не самое лучшее. Я предлагаю попробовать поехать на ней по воде. Потому что едет она, в принципе, неплохо. И она, можно сказать, левитирует. Поэтому шанс есть. Мы сейчас подошли к воде, и я понимаю, что машинка не водонепроницаемая. У нас есть одна попытка. Но прикол в том, что колеса вращаются очень быстро. Из-за этого они работают как лопасти. Поэтому есть вероятность того, что она должна поехать. О, ну я скажу, что она тонет. Неплохо, слушай. Она не потонула. Крути колесами. О, сейчас она прямо уплывает. Короче, она не тонет. Это уже как бы неплохо. Но если бы не было бы ветра, по идее, она должна была бы плыть. Чтобы вы понимали, без шариков машинка тонет без проблем. Смотрите. Собственно, вот. Я что, прям не едет? Не едет. Но прямо сейчас мы попробуем переплыть озеро. Мы, конечно, нашли самую узкую часть, но это озеро. Я чувствую, как оно становится ближе. У нас получилось. Мы переплыли реку при помощи RC машинки, к которой привязали шарики. На самом деле, машинка достаточно неплохо едет по ровной поверхности и хорошо зависает в воздухе. Поэтому я предлагаю прямо сейчас отправиться на обрыв. Я предлагаю прямо сейчас сразу запускать. Раз, два, три. Пока, машинка! К сожалению, результат не впечатлил. Машинке не хватило мощного сцепления, чтобы достаточно разогнаться. А шариков не хватило для того, чтобы они летели дальше и не падали. Мы не сдавались и сделали еще несколько попыток. Но каждый, каждый, каждый раз происходило одно и то же. Она просто падала. Судя на предыдущие попытки, мы поняли одно. Шариков явно не хватает и мы решили использовать весь оставшийся гелик, который у нас есть. И знаете что? Мы его уже использовали. Мы купили еще один баллон. Раз, два, три. Вау! Куда? Мне кажется, нужно рулить машинкой. На самом деле это было вот так. Да, мы просто кинули машинку с шариками рукой и так оно и летело. Ехать с шариками невозможно. Можно просто их кидать. Вот так вот, ребят. Вот такие вот на сегодня были способы того, как сделать так, чтобы машинка могла летать и более-менее работать только с квадрокоптером. Если вы досмотрели до этого момента, обязательно подписывайтесь на канал, потому что для меня это очень важно. Я старался, чтобы вы досмотрели до этого момента. И ставьте лайки. Если уж квадрокоптер работает, пойду цеплять вертолет в своей машине.